Привет! Я Светлана Портнагина, Акультика Зарина, Петровна. Друзья, свекольник в его первозданном виде. Итак, я поставила казанчик на огонь. Нам нужна свекла, картофель, лук репчатый, морковь, растительное масло, соль, сахар. Ну, может быть, пряности. Нарезаю лучок и морковь. Итак, друзья, на разогретую масло бросаем лук порезанный, произвольный, и вот так вот морковочка. Здесь не принципиально, кому как нравится. Как всегда, в общем-то, так. Добавляем сахарку, чайную ложку. И размешиваем. Жарим на сильном огне. Вкусно обжаренную морковку и лук отдельно, без масла. В масло мы сейчас в разогретое добавляем нарезанную и потертую свеклу. Немножко зажарим и будем ее немножко притушивать. С моим вкусным и секретным ингредиентом. Дадим свеколке немножко пожариться на разогретом масле, чтобы такой дух пошел, дух такой. Ням-ням-ням. На свободное место выкладываем черную смородину и даем ей согреться. Смородилка. Мягкую смородину раздавили, добавляем чайную ложку сахара и тщательно перемешиваем со свеклой. Добавляем воды, чтобы накрыть свеклу и тушим до полуготовности. Любимые пряности куркума, имбирь, сухой чеснок, кориандр молотый, сама помолола и сладкий перчик, паприка. Прошло минут 7. Пробуем свеколку. Так, друзья, добавляем промытый хорошо картофель, когда уже свекла аль денте. Зажарочку нашу ароматную, вкусную. Можно вот так вот водичкой немножко. И, конечно же, наши любимые пряности. Заливаем водичкой. Ах, не хватило. Солим по вкусу. Размешиваем. И варим на среднем огне до полуготовности. До готовности! Бла-бла-бла! Свекольник первозданный, готов. Ароматный вообще! Подаем зеленью, чесноком, отварным яйцом и сметанкой. Желаю приятного аппетита, кульнарного вдохновения. И всего вам самого доброго! До встречи! Чао-ка-као! Ставьте лайки, друзья! Ставьте лайки! Продолжение следует... Продолжение следует...